Проблемы у меня я чувствую У меня язык так сильно болит Я пробивал язык степлером И сейчас всего Ну как бы хотел сказать не чувствую Но я чувствую боль И у меня язык так шевелится как-то с трудом Юля, у меня для тебя плохая новость Я не смогу сегодня тебя Уложить оральными ласками Я домой До свидания Ну давай язык заживет И все будет нормально Сегодня ты ночуешь Кому там? Бизнесмена Хотя может ты бизнесмен, он депутат У Ростика Андрей, иди к Ростику, все У тебя весь мокрый, жарко Только что тащил все сумки Потому что мы сейчас с Юлей едем смело ко мне домой Будем вместе жить Юля на меня обижается Че ты обижаешься? Че ты обижаешься? Че ты обижаешься? Андрей, успокойся, пожалуйста Люди смотри Мне стыдно с тобой. Мне стыдно с тобой, Андрей. Наконец-то доехали. Меня целую дорогу тошнило. Я еще смотрел сериал на ноуте. Во все тяжкие. Теперь мы будем как взрослые жить в одной квартире. И спать в одной кроватке. Ссориться, драться. Да, люди смотрят. Короче, пришли домой и говорю, Юля, я сейчас выйду на минут 10-15 в магазин. Прошло 2 часа. Потому что в нашем запрадыще в одном из 15 магазинов можно расплатиться карточкой. Везде требуют наличку. И снять эти деньги так проблематично, что, блядь, это пиздец. Я принес еды. Короче, у нас тут намечается шикарный... Ну как шикарный? Короче, мастер-шеф намечается. Мы собираемся много готовить. И поэтому я купил там еды, чтобы мы не выходили несколько дней. И, кстати, у Юли тут этот запор уже полмесяца. И я ей купил такую штуку. Знаете, как в рекламе? Як еще хочешь добрый как, не забудь про дюфалак. Купил этот дюфалак. Посмотрим, как он Юле поможет. Потому что она не может покакать. Я уже что-то только с ней не делал. Уже не будем вдаваться в такие подробности. Ну, короче, что мы только не пробовали, но не получается у нее покакать. Поможет этот дюфалак или нет? Это, кстати, не реклама. Но все же, если он поможет, то я уже прорекламирую. Потому что Юля уже не срала полмесяца. Так оно... Оно вкусное. Ммм. Ну. Все, теперь жопа будет теперь какать. Прошел где-то час. И вот Юля уже на унитазе. Короче, решили в полночь сделать с Юлей суши. И смотреть 50 оттенков серого. Ну, типа все смотрят. И надо же тоже посмотреть, чтобы быть в курсе. Уже 3 часа ночи. Пора ложиться спать. Фильм мы так и не досмотрели, потому что моя психика не выдерживает. Я посмотрел не больше, чем полчаса. И все. Насчет Юли. Она так нормально не покакала. Я ожидал, что с нее вылезет такой двухнедельный, такой чужой, такой нормальный. На целую руку, такой не на ладошку, а на целую руку по плечу. А там вот такая квасолька повылезала с нее и все. Не знаю, возможно, что-то завтра будет, но сомневаюсь. Чужой сидит и не вылезает. Без 24 утра, точнее ночи, Юля везде поврубала свет, потому что я сказал, что здесь где-то есть бабайка. А она хотела пойти в туалет. И она поврубала везде свет. И, блин, все светит мне в глаза. Юля боится бабайку. Иди спать, бабайка. Всем доброе утро. Наше с Юлей утро началось с горячего, приятного, страстного какао. Вчера Юля пожарила блинчиков. Сейчас будем все это кушать и смотреть сериал «Ходячие мертвецы». Я уже его досмотрел полностью все пять сезонов, но Юля еще не видела. И я решил ее посвятить в этот сериал. Часы мучения. И вот оно счастье. Сделали чебуреки, налепили, нажарили. Тут полная кухня дыма. Все провонялось чебуреками, все залито маслом, все жирное, липкое. Везде вот этот жир ляпал. Фу, кошмар. Еще все надо оттирать, отдирать. Вкусненько. Еще у меня горло болит. А тут болит. Там такие хлопья какие-то чувствуются. Ого, ты какой дошатый. Еще собрался скоро ехать путешествовать дальше во Львов. Но не знаю, поеду или нет, потому что... Андрей заболел, валяется в постели. Сейчас я вам покажу наше изделие. Десертики, которые мы с вами приготовили. Андрюша меряет температуру. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я вижу. Вот так вот. Никаких тусовок. Теперь только постельный режим. Какой? Постельный режим. Мы все время, все три дня, вторник, пятницу и субботу только жрали и жрали. Готовили и жрали. Жрали и готовили. И за все время Юля нормально даже и не покакала. Шо, я покакала все хорошо. Горошек вот такой чуть-чуть. Съедает целого кабана, а выпекывает хомячка. Пасха завтра. Юля сегодня уходит, вот скоро уже. Зову всех домой к себе гулять. Так ты же заболел. Девушки меня спасут, вылечат. У меня сегодня коса. Ах, и ты видеоблогер. Видеоблогер. Ставьте пальчик вверх, если вам нравятся мои влоги. Не позорься, пожалуйста. Ты хочешь кушать? Блядь, хочу. Давай уже. А ты не заслужил. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Льется. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, шо там происходит. 36,9. Кажется, я сгорю сейчас. Фанатки, несите мне апельсины и витаминки домой. О, не заслужил. Фу, ты соплюга. А ты пукаешь постоянно. Фух. Наконец-то Юля уехала. Замила. Я сейчас дома сам. И я как бы уже не больной. Поэтому я собираюсь. Мальвуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Телочки, вы уже потекли, потому что я еду к вам во Львов. Фанаточки, надеюсь, вы меня ждёте, да? Пора стирать шмотки и собирать трусы. Всё, я пошёл. Субтитры сделал DimaTorzok